Мы находимся на форуме магазин 2021, разговаривая с нашими гостями и спикерами. Елена, расскажите, про что вы рассказывали и что с ритейлом будет, что с ним произойдет, в общем, какой он останется и выживет какой? Ну, собственно, основная тема моего доклада касается того, что прежде чем изобретать какие-то новые инновации, технологии, сначала необходимо выполнять гигиенические факторы в эффективном управлении своим розничным магазином. Это не секрет, это всего лишь рекомендация, которую я могу дать владельцы магазинов. Никто в мире не знает, какой формат наиболее экономически эффективен будет через 3, 5 или 10 лет. Даже такие компании, как Amazon, совершенно не владеют этим знанием. Все, что я могу сказать, что в многочисленных исследованиях, касающихся повышения эффективности с точки зрения инноваций и технологий первое место занимает не технология, а повышение эффективности работы с человеческим фактором, с людьми и персоналом. Люди — это ваш главный капитал, это ваша главная инвестиция и самый главный точка роста вашего бизнеса. Собственно, об этом основной мой спич. Какой совет вы можете дать рознице, ритейлу? Вот они пережили ковид, не просто они пережили ковид. Какие советы вы могли бы дать, если были на их месте? Это также есть в моем выступлении — сменить парадигму собственного мышления. Если управлять магазином из позиции «ужас, ужас, мы все умрем или разоримся», ваш мозг будет диктовать вам неэффективные бизнес-решения. Я советую изменить угол зрения на как будто вы открыли впервые ваш бизнес и как будто у вас впервые новый магазин. Это позволяет совершенно по-другому ваш мозг настраивать на бизнес и осуществлять гораздо более эффективные действия, реагировать оперативно. И я как раз в своей презентации рассказываю о том, на разных примерах управления розничным форматом, как может измениться ваша парадигма. Например, если вы выживаете, если символ вашего бизнеса — это выжить, то вы не проверяете свежесть продуктов, вам некогда проверять кросс-мерчендайзинг, вы не занимаетесь управлением импульсного спроса и вас не волнует, например, сток, жвачки или выбитые зубы на ваших полках. Простите, это мерчендайзинговый термин. Если же вы мыслите парадигмой «я открыл новый бизнес, я бизнесмен, это мой новый магазин, я хочу быть эффективным», тогда вы посмотрите, стоят ли, например, кросс-товары рядом с вашим основным товаром, вы будете понимать, что потенциал товара оборота, импульсных товаров — это ваши дополнительные 10-30% от товара оборота, вы всему будете уделять внимание. Поэтому вот это мой основной совет — не выживать, а управлять магазином. Не выживать и управлять магазином, не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами и с новой экспертизой.